Я Иванов Илья Владимирович, руководитель следственного отдела по Красноглинскому району, следственного управления, следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Сегодня, 10 октября 2013 года, примерно в 12 часов 20 минут, один из достаточно известных в Самаре предпринимателей вместе с водителем ехал на работу неподалеку от станции «Козелки» неизвестные лица в камуфляже и масках остановили их машину, водителя потерпевшего связали, водителя положили в багажник, после чего отвезли в находящуюся неподалеку лесополосу, где через некоторое время предпринимателя убили выстрелами в голову. В настоящее время возложено уголовное дело по статье 105 убийства и 222-й законный оборот оружия. Проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. На данный момент все. Удалось установить оружие, из которого стреляли? Нет, пока не произведено вскрытие, не представляется возможным установить. Никаких гильзи, то есть никаких следов тоже нет? Ну, с места происшествия изъят ряд объектов по поводу гильзи нет. Водитель же сообщил, да, о том, что... Да, водитель остался жив, сообщил. Его связали и положили в багажник, да? Его связали и положили в багажник. А как он выбрался? Он не рассказывал, как ему удалось? Рассказывал. Не опишите, но нет? А вот там шины валяются, разочек рассмотрел. Это почему? Понятия не имею. Это никак не относится, да? Как находилось, в каком положении тело, когда вы приехали на место? Лежал. Глава вниз? Ну, убийство было не в машине, убийство было на улице. То есть вы выстрелили в упор, да, я так понимаю? Да, выстрелили в упор. И он лежал лицо в землю? Вы знаете, как бы... Наверное, да. Я сейчас не готов сказать, потому что труп уже переворачивали, когда пытались оказать помощь и так далее. Были ли какие-то следы, что он боролся с... Ну, он был связан, а руки были наручных. Так что там бороться было сложно. Версии какие-то есть уже, в чем могли быть? В настоящее время отрабатывается ряд версий, в том числе и его предпринимательской деятельности. Все, да. Все, спасибо.